7 пункт не менее важный чем все перечисленные 6 и пункт который я очень редко вижу у тех кто тренируется сами и тренируют других это отсутствие раз тяжки это пункт очень важно в принципе вы знаете есть такая поговорка что гибкость это вторая молодость поэтому в обязательном порядке нужно выполнять растяжку растяжку я даю между выполнениями упражнений то есть кто-то говорит что там когда качаешься не нужно делать растяжку мы здесь не качаемся мы здесь не преследуем какие-то цели гипертрофии наша задача здесь здоровье поэтому здоровье это гибкость это одно из основополагающих здоровья поэтому между подходами в обязательном порядке я даю растяжку на холодные мышцы категорически запрещена растяжка потому что мышца дубовая она не может растягиваться когда она холодная в обязательном порядке между подходами и в обязательном порядке в конце тренировки растяжка в конце тренировки дает расслабление нервной системы она дает успокоение пульс сердце успокаивается и вы уходите после тренировки вроде бы и поработали но ощущение такое легкость и на эту легкость дает растяжка как правильно растягиваться опять же наш мастер сделает вам вкладочку вы зайдете посмотрите у нас есть два ролика растяжкой наверх и на низ поэтому не пренебрегайте растяжку делайте порядка 15-20 секунд и между подходами даже поговорить некогда как говорят мои клиенты но поговорим мы потом а за счет того что мы будем выполнять растяжку между подходами они будут здоровыми гибкими и это есть основная задача людей пришедших к нам фитнес клуб восьмой пункт наших ошибок это не учитываются физиологические и индивидуальные особенности непосредственно каждого человека то есть что это что это имеется ввиду я напишу просто физиология каждый человек построен по-своему вроде бы все люди одинаковы но у каждого человека своя гибкость у каждого человека свои скажем так изгибы физиологические и не физиологические подвижность суставов расположение там костей относительно суставов количество мышц очень важно мужчина ли это женщина то есть очень много всех нюансов которых нужно учитывать к чему я это говорю что бывают ситуации когда я наблюдаю что человек примеру приходит сутулы с кифозом инструктор пытается дать ему растяжку примеру грудных мышц и заставляет его выйти в такое положение горитму вас все получится у меня же получается особенно когда это на первой тренировке стоп нет это неправильно если человек с имеет имеет определенные отклонения в подвижности суставов у него были какие-то травмы у него тот же самый кифоз или у него отсутствие гибкости там задней поверхности бедра вы пытаетесь его там дать ему такую растяжку с такой спиной у него это не получится обычно это происходит вот так инструктор что делать начинает давить кулаком на поясницу горит нет вы делаете неправильно и думаю что этого человека не получается это не у человека не получается этого инструктора не получается дайте головой к тому что дать ему элементарный тест наклон вперед если он и вижу человек вот эта вся его растяжка вот это у него уж точно не получится поэтому к чему это говорю что нужно учитывать физиологию каждого человека у кого-то наоборот чрезмерная гибкость этим тоже нельзя пользоваться потому что инструктор заводит человек аж туда руку что у него начинается микротравма плечевого состава это тоже не есть хорошо поэтому будьте внимательны конкретно к каждому организму вернее каждому человеку к его организму и следите за тем что чтобы он выполнял все движения в правильной физиологичной позиции если вы будете следить вы будете видеть что пример вот у меня есть клиент с которым мы на первом занятии выполняли растяжки не специально следил у него при растяжке грудных мышц локоть был максимум на уровне плеча через месяц у него рука уже полностью уходила назад за линию плеча это говорит о том что мы правильно выполняли растяжку если бы я требовал на первой тренировке у нее у него растяжку вот сюда я бы просто был мог ему там порвать какие-то сухожилия и на этом бы наши тренировки закончились я понимал что человек не растянутый он был очень сильно закачанный и мы постепенно с ним выводили руку я не требовал от него того чего нужно требовать там через месяц поэтому резюмера учитывайте физиологию каждого человека все вроде бы одинаковые но все абсолютно разные со своими возможностями девятый пункт касается так называемых уже продвинутых трx-еров которые уже просто трх не вставляют и они начинают что-то придумывать какие-то такие фишки сочетания трх с чем-либо я сам лично и вы видели в моих роликах что я тоже люблю микшировать трх чем-то но в этом должно быть целесообразное какое-то зерно то есть очень важно что девятый пункт напишу сочетание чтобы вы правильно сочетали все какие-то вот эти вот фишки к примеру гири и штанги сам беги с трx-ом почему потому что вы можете принести вред человеку и результативность будет на ноль ну к примеру смотрите буквально недавно видел человек выполняет приседания сам бегом да просто классические приседания и тут же он становится в трx и начинает выполнять приседания в трx я не вижу смысла давать одинаковые приседания с весами без вес и без веса только делать приседания дайте к примеру разнообразие пускай это будет приседание сам бегом и какие-то подъем это залежа это нормально или к примеру человек делает сам бегом выпады назад и тут же становится одна нога в трx и начинает выполнять выпады в трx и это очень сложно это очень сложно и уверен что инструктора сам этого не пробовал и вот сейчас 10 пункт мы будем разбирать что нужно все пробовать на себе поэтому если вы пытаетесь что-то сочетать то моя рекомендация давайте базовое примеру и изолирующие упражнения особенно это касается новичков то есть примеру вы можете дать какой-то канат да или вы можете дать какую-то гирю но сразу же положите человека пусть он поделать какие-то упражнения лежа или какие-то отжимания не нужно давать бурпи просто без ничего и бурпи в трx это тоже не есть правильно разница не особая кстати в трx намного сложнее делать бурпи потому что там все время мышцы в напряжении тут ты можешь упасть и расслабиться вот это сочетание тоже это видео бурпи тут бурпи тут человек через пять минут уже дышать не может ничему хорошему это не приводит поэтому будьте внимательны будьте объективны и трезво оценивайте ситуацию той тренировки которую вы хотите дать совмещение с различными функциональными тренажерами это круто но нужно учитывать что многие упражнения идентичны и лучше клиенту давать разнообразие ну и наконец-то 10 и на мой взгляд один из самых важных пунктов я специально все сейчас уберу это как вы думаете какой это все пробовать на ком на себе на себе почему это так важно я думаю что те кто следят за нашими роликами особенно там где я проводил семинары я говорю ребята все упражнения все схемы которые вы даете клиентам вы должны пробовать на себе большинстве случаев инструктор посмотрел какой-то ролик или какой-то придумал упражнения и начинает это испытывать на клиенте клиентах соответственно ничего не получается инструктор подсказать ничего не может потому что он не знает всех тонкостей получается каша и клиент говорит да нет это трекс это не для меня идемте лучше поделаем сведения разведения ног мы уже и знаем поэтому ребят будьте пожалуйста трезво трезво относитесь к себе трезво относитесь на то к чему вы даете и все абсолютно вот любое упражнение которое вы даете сегодня завтра неважно вы должны пропустить через себя почему это важно потому что в каждом упражнении очень много нюансов нужно контролировать все звенья нужно понимать на каком там повторе уже очень тяжело не надо брать человека на слабо горе часто сделаешь там сразу 30 бурпи вы сами 30 бурпи сделайте сами попробуйте 30 бурпи без отдыха сделать и вы поймете что после 30 бурпи вам минут десять надо отдыхать а человек сделал 30 бурпи и вы его будете заставлять сразу же делать какие-то выпады это нереально это нереально поверьте мне очень круто когда ты даешь человеку какой-то комплекс и говоришь сейчас там чуть ли не на 30 секунде у тебя начнет болеть там передняя поверхность бедра через два секунд еще ягодица потом будет пресс и человек говорит ты что предсказатель какой-то ты залез мне в голову и пересказываешь четко вот четко секунды когда начинает какое звено болеть это приходит только тогда когда вы каждое упражнение пропустите через себя и то же самое касается каких-либо схем там примеру вы горит человек у нас сегодня задача сделать там 100 бурпи мы недавно делали на море 100 бурпи кстати побили свой рекорд мы раньше делали за 10 минут 100 бурпи вторых сейчас делали за 7 но не и суть вы можете задать клиенту там параметры ты должен сделать там за 15 минут а говорить клиента что ты сделаешь за 5 вы сами сделаете за 5 потом говорите клиенту поэтому я настаиваю приказываю неважно как угодно хотите но вы должны все абсолютно упражнения абсолютно все схемы пропускать через себя и вот резюмируя это все я это говорил в своих семинарах тренируйте клиента так как как будто это ваше дитё ваша мама папа неважно то есть вы настолько должны опекать и смотреть контролировать его физиологическое состояние чтобы ему не стало плохо или наоборот его правильно нагрузить результат очень важный результат поэтому контролируйте свои действия не убивайте людей и не давайте им не убивать я имею на TRX и не давайте им те упражнения и те схемы которые вы не пропустили через себя сначала вы должны побелеть позеленеть на тренировке от TRX а потом уже понимать что не надо давать такую тяжелую схему нужно человеку все-таки дать что-то более мягче а а а а а а а а м а а м и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА